Всем доброго и замечательного времени суток, меня зовут Алина, и сегодня я, честно говоря, собиралась снимать совсем другое видео на тему про Гарри Поттера и про его музей, и про книги, которые я перечитала, и сравнение их с фильмами, но я увидела, что к концу подходит месяц июль уже совсем-совсем, и поэтому надо как-то собраться и снять видео про пустые баночки. По-моему, это одно из самых полезных категорий видео, потому что рассказывается не просто о своих впечатлениях и восторгах от новой красивой вещи, но и уже, как говорится, исключительно взвешенное мнение о том, какие впечатления сложились от того или иного продукта в результате его использования, и поэтому я решила, что раз конец месяца, то нужно снять пустые баночки июля. Решила я снять это видео в трех частях, как бы разделить его, и первая часть это я хочу поговорить про декоративную косметику, которая закончилась, вторая часть про уходовые средства для лица, и третья часть это уходовые средства для тела. Итак, прежде всего хочу начать с декоративной косметики, и я хочу поговорить о пудре, которую я очень-очень любила на протяжении всего времени, что я ее пользовалась. Это пудра от Givenchy, которая как бы состоит из четырех разных пудр. Я, когда покупала ее, здесь еще шла упаковка 20 грамм, я знаю, что более новые упаковки уже идут, к сожалению, по 16 грамм, но все равно это достаточно большая упаковка для пудры. Если мы посмотрим в более бюджетных фирмах, мы видим, что пудры в основном это 5-7, иногда 9 грамм, если речь идет о рассыпчатых пудрах. А здесь 20 грамм продукта, стоил он примерно около 50 долларов, но я ее пользовалась два года, если не дольше, поэтому получилось очень, в принципе, не страшно. И я очень ее довольна, очень хорошего мелкого-мелкого помола, на лице абсолютно незаметная пудра, хорошо матирует, достаточно долго этот эффект сохраняется. И даже на исходе дня не видны вот эти вот крупинки пудры, которые часто мы видим в других пудрах. Очень я ее осталась довольна, пока что новую не покупаю, потому что у меня есть, от этой же фирмы есть прозрачная белая пудра. И есть сейчас у меня новая пудра от Alverde, рассыпчатая, которую я пробую, которая пока что мне нравится. Но в будущем я вполне взвешиваю вариант вернуться к вот этой вот пудре, и я, в принципе, ее довольна и ее всячески рекомендую. Вторая вещь, о которой я бы хотела поговорить, это любимая мною тушь израильской фирмы Jade. В России ее любят называть Jade, но не в этом суть, а суть в том, что у них есть в линейке их туши. Одна тушь, которая выгодно отличается от всех остальных, и не только среди продукции этой фирмы, но и вообще, мне кажется, это одна из самых удачных туши, которые есть на рынке. Тушь называется Idyllic. У меня, мы видим, оттенок черный, называется он True Black. Здесь у нас 10 миллилитров туши. Хватает ее, хотя написано стандартный 6 месяцев, у меня всегда месяцев на 8-9, и даже сейчас еще немножко здесь туши есть. Давайте я прямо сейчас вместе с вами накрашу ее ресницы, и вы увидите разницу. Хотя много ее не осталось, тем не менее, тем не менее, что-то еще ее можно провести. Я думаю, видна разница, да? Один глаз и второй глаз. Хотя здесь ресницы уже немного накрашены, просто другой туши. Эта кисточка очень хорошо и разделяет, и закручивает, и придает эффект веера ресницам, и я очень-очень ею довольна. Если вы живете в Израиле, если вы вскоре посетите Израиль, или если у вас друзья из Израиля, которые вскоре посетят вас, то именно вот эта вот тушь, остальные туши Jet, кстати, мне не очень нравятся, но именно вот эта вот тушь Idyllic, вот такой вот упаковки, она у меня в оттенке True Black. Супер-пупер тушь, стоит она примерно 12-13 евро, что, в принципе, не так уж и дорого. Хватает ее не на указанные 6 месяцев, а месяцев где-то на 8 или даже 9. Поэтому тушь эта абсолютно шикарная, и я очень-очень ее рекомендую. К сожалению, прямо сейчас я себе такую точно не куплю, потому что мне подарила тушь интересную подруга от фирмы Alverde, мне подарила две туши фирмы Givenchy, когда я у них покупала крем для лица, и я вот сначала использую их, потому что мы знаем, что век туши недолг, а потом я обязательно-обязательно вернусь к этой туши. Я покупаю ее уже не в первый и не во второй, даже не знаю, наверное, в пятый раз. И каждый раз я убеждаю, что это самая лучшая тушь, и я очень ее довольна. Заканчивается вот такой вот фломастер-подводка от фирмы Bourjois. Заканчивается он очень забавно. Он вместо черного становится серым. То есть он еще рисует, но он уже не такой вот черный-черный, он такой вот черно-серый. Поэтому я его использую сейчас, когда мне нужен не яркий черный или темно-серый в каком-нибудь будничном макияже на работу. В качестве черного я, конечно, уже купила новый, но этот я все еще не выбрасываю, продолжаю им пользоваться. С шесть месяцев его срока годности уже давно прошли, и поэтому меня не может не радовать то, что у меня теперь получается без дополнительной оплаты черный карандаш превратился в серый. И это забавно. Следующее, что у меня закончилось, закончилась помада от Clarins в оттенке 13 Wood Rose. Была это миниатюра, поэтому его было немного. Очень приятный оттенок, очень приятный, очень нейтральный. Я думаю, видно, что он подходит практически всем. И подходит как для будничнего, очень такого делового официального макияжа, так и с каким-то блеском может подойти вполне и вечером. Оттенок достаточно матовый, очень приятный. Единственное, что надо признать, что в этой вот миниатюре действительно было его очень мало. Это все-таки не пробник, а миниатюра. Она шла вполне в платном наборе, поэтому меня несколько удивило, что ее настолько мало. Они здесь деликатно решили не указывать, сколько именно ее было, потому что было ее совсем что-то немного. Следующее, что закончилось, это от фирмы Pupa Glass Effect Nail Polish. Это, по идее, топовый лак, который создает эффект гелевого лака. Такой очень-очень глянцевый стеклянный блеск поверх любого лака. Работал он прекрасно, свое дело делал, я осталась им довольна. Но сейчас я купила новый вот такой вот топовый лак, который делает эффект лак гелевого лаку от фирмы Rimmel, потому что слышала очень хорошие отзывы о нем на YouTube. И про него можно посмотреть вот по этой вот ссылочке здесь вверху. А пока, в принципе, с декоративной косметикой я закончила. Следующая категория, о которой я бы хотела поговорить, это уходовая косметика для лица. И у меня закончилось достаточно немного вещей, но все они были крайне удачные, поэтому я рада сейчас об этом вам рассказать. Первый, что у меня закончился, это из серии Дешевая Сердита, крем для глаз. Вот такая у него была упаковка от Garnier. Стоил он 10 евро, наверное, ровно, можно сказать, 9,5 евро, получается. Он стоил 40 шейкелей израильских. Вот такой вот он упаковки шел. В нем 15 мл. Цель его именно увлажнения. Он не делает каких-то чудес, но действительно увлажняет он очень хорошо. И я им довольна. Задача, в принципе, перед ним стояла несложная, просто увлажнить. Но до этого у меня был крем, например, у меня была аллергия, когда он попадал немножко на слизистую глаза. А вот этот крем очень нежный, деликатный и, тем не менее, очень хорошо увлажняющий. И я осталась им довольна, опять-таки, из серии Дошева и Сердита. Следующие вещи более дорогие. Они у меня в Тревел Ките я их покупала. Это от фирмы NUX или NUX, как правильно ее говорить. Это французская, по идее, аптечная косметика. Очень хорошая, на мой взгляд. И у меня здесь закончился крем антиоксидант, антистресс для нормальной комбинированной кожи. Очень довольна и осталась вот этим вот кремом. Он назывался крем Prodigis, наверное. Не знаю, на английском или на французском здесь написано. Я даже подумываю купить его в полную величину, но не летом. То есть это шикарный крем на осень-зиму, но для лета он все-таки немножко для меня слишком насыщенный. Нужно мне что-то более ориентированное на жирную кожу. Следующий это милицеллярная вода. Милицеллярная вода тоже от NUX. И вот она просто шикарная. У меня сейчас стоит граниер. Граниер ни в какое сравнение с этой водой не идет. И граниер все-таки до пользы, потому что не плачевный там случай, просто хуже. И обязательно следующую я хочу купить именно вот эту вот милицеллярную воду. Это действительно супер-пупер милицеллярная вода. Тут у меня была миниатюра 35 мл, хватило мне достаточно надолго. Она основное отличие от граниер, что граниер неплохо справляется с макияжем лица, но плохо справляется с макияжем глаз. Учитывая, что я не пользуюсь водостойкой косметикой. А вот эта вот супер вещь, она очень мягко, деликатно, исключительно приятное ощущение оставляет снимать макияж с лица. Поэтому я очень-очень рекомендую. И я еще обязательно к этому продукту уже, наверное, в полную величину вернусь. Хотя, если есть travel size, я заметила, что у NUX travel size косметика получается дешевле, чем полноразмерная. Поэтому если есть возможность купить их в какой-то travel набор, я всегда покупаю, но они у них достаточно редко есть в продаже, поэтому увы и ах. На этом с уходовыми средствами для лица все. Осталось теперь тело. Я быстро расскажу про волосы, потому что у меня только один вот этот вот кондиционер от Schwarzkopf. И я осталась им, в принципе, довольна. Я думаю, когда у меня закончится еще парочка кондиционеров, которые у меня ждут своего череда. Здесь осталось буквально еще на пару раз. Но когда закончится парочка новых, которые у меня есть, я вполне думаю к этому вернуться. Здесь 7 масел есть. И эти масла в ингредиентах не идут где-то там в печальных последних местах списка, что со стороны компании честно. И я это, в принципе, ценю. Тут также есть жидкий кератин. Короче, хорошая достаточно вещь. Особенно если чередовать еще с масочками какими-то или даже вместе их замешивать, то очень-очень неплохо. Гель на душу от Palma Lev очень приятный, очень приятно пахнет. Увлажняет кожу, чувствуется это увлажнение. Очень приятно. Я расслалась довольна. Но про гели для душа я никогда не зарекаюсь, вернусь я к ним или нет. Потому что это, наверное, то средство гигиены и ухода за собой, которому я наименее верна. Я, потому что столько есть разных запахов и фирм, и каждый раз под какое-то новое настроение покупаю что-то другое. Кроме того, еще иногда получаю в подарок и туда-сюда, и как-то с ними закручиваешься, и очень редко получается вернуться к тому, что уже пробовала. Но я буду помнить, что эта вещь хорошая, и может быть под какое-то настроение я к нему еще вернусь, но не в ближайшее время. Следующее, что закончилось, это дезодорант от фирмы Marks & Spencer. Я большой любитель товаров Marks & Spencer. При каждой возможности купить что-то в Marks & Spencer я покупаю это. К сожалению, у нас в Израиле эта фирма не представлена. Она представлена только в Европе. И я купила там вот этот вот дезодорант. Стол он, по-моему, 2 евро или 3 евро, что-то такое. Пахнет он реально английской розой. Очень приятный. Очень хорошо справлялся со своими задачами, как в зимний, так и в летний период. Что свойственно не для всех дезодорантов. А в Израиле очень жаркий климат. Летом у нас примерно плюс 40. Поэтому то, что дезодорант справляется с нашей израильской жарой, это явно для него комплимент. Локситана. Вообще, локситана у меня как-то в последнее время закончилась сразу несколько предметов. Масло, гель для душа, крем для ног и еще духи. Чистое масло ши. Выглядит оно вот так вот. Оно уже заканчивается. Запах оно практически не имеет. Имеет легкий какой-то растительный такой вот запах, который абсолютно нейтральный, не косметический. Вот именно какое-то вот масло какого-то растения. Это как с руками, на локтях, например, если что-то сохнет. На ступнях ног, если что-то сохнет. На лице, если есть какое-то шелушение, можно добавить его и совсем чуть-чуть подмешать в свой крем. И нанести на лицо. На губах его можно наносить просто как бальзам для губ, потому что это просто чистейшее масло. После бритья, если есть какое-то раздражение или сухость, можно нанести на тот участок тела, где вы это чувствуете, необходимость. Просто супер универсальный и шикарный продукт от L'Occitane. Срок годности заявлен 12 месяцев. Я им пользуюсь дольше. И он не изменил ни запах, ни цвет, ни консистенцию, ничего. То есть все прекрасно. И это очень-очень крутой. Он к тому же написано Organic Shea Butter. Короче, очень крутая вещь. Это очень известный для этой фирмы продукт. Это масло для душа, основанное на миндальном орехе. И действительно очень крутая вещь. Другая никакая фирма масла для душа не может повторить. Так как вот этот вот товар сделан. Очень приятные ощущения, именно когда он встречается с водой. И очень интересная консистенция у него тогда начинает проявляться. Короче, вот к этому товару я тоже однозначно вернусь. Скорее всего зимой. Потому что на лето я сильно маслянистых, каких-то жирных вещей стараюсь на себя не наносить. Что менее меня впечатлило, это вот этот вот крем для ног от L'Occitane. Из той же серии, что это масло. Миндальное орех, миндальное масло. Очень неплохой абсолютно крем. При том, что он с одной стороны ощущается легким. С другой стороны, он и увлажняет, и всем хорош. Мне его подарили в каком-то подарочном наборе на прошлом моей работе. Какой-то праздник. И как получить его как подарок было, конечно, безумно приятно. Но тут я вижу вот соотношение цена и качество непропорционально. То есть, ну, дороговат он все-таки для крема для ног. И я в последнее время пользуюсь маслом от Sabon. Body Pattern от Sabon. Который я просто наношу его на ноги. И он очень-очень хорошо, этот продукт справляется и увлажняет. Поэтому вот это вот я покупать снова не буду. Заканчиваются вот такие вот духи миниатюры. Я покупала цветение пиона. Я нанесла его перед видео себе на руки, чтобы вот все-таки понять, что же я буду с ним делать. И я могу сказать, что запах очень приятный. Не знаю, нету такого, что я прям влюблена в этот запах. Хотя для меня он приятный и интересный. Но нету такого вот восторга. Поэтому, возможно, я к нему и не вернусь. Потому что достаточно много разных духов всегда. И я не думаю, что когда они закончатся, мне будет прям сильно их не хватать. Самый последний продукт, который я хочу сегодня показать, у меня закончился, это израильский бодишоп. Оказывается, есть тот бодишоп, который в Израиле. Это просто другая фирма, которая тоже называется бодишоп. Какой бодишоп появился первый, я не знаю. Европейский или израильский. Но в любом случае, вот такой вот крем для младенцев. Baby Mesh Rising Boy Lotion. Я использую его после бритья на всех участках, которые я побрила. Или на тех участках, на которых есть раздражение. Без связи с бритьем. Очень был хорош. У него очень приятный, ненавязчивый запах. Он очень хорошо справляется с тем, чтобы снимать раздражение. И он вот закончился. Настолько мне понравился, что новую банку я купила уже сейчас. И уже ее пользуюсь, как доказательство своего удовольства. Вот такое вот у меня получилось видео. Надеюсь, оно было не только интересным, но и полезным для вас. Я буду рада ответить на какие-то вопросы, если у вас возникли. Буду рада услышать ваши советы, если они у вас есть. Помните, что видео выходит каждую неделю в разных рубриках моего видеожурнала. И я буду рада встретиться с вами и в новых видео. Поэтому подписывайтесь, будьте со мной на связи. До новых встреч. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok